Команда «Космические плюшки», состоящая из студентов Института информатики и кибернетики, проводит предстартовое совещание перед началом первых больших космических игр Самарского университета. Ребята собрали команду умных и физически крепких, чтобы побороться за победу. У нас всегда была такая мысль, что нужно на какие-нибудь соревнования ворваться, и частью нашего дружного отделения всех победить. Ну или хотя бы поучаствовать и получить как можно больше удовольствия от этого всего. Чтобы определить победителя игр, у команд оценивают в комплексе и физическую крепость через сдачу норм ГТО, стрельбы и разбора автомата и силу знаний через тестирование по истории и викторины на космическую тематику, поскольку именно так и проводят свою подготовку к полетам космонавты. А соревнования как раз и посвящены праздничной дате, которая напрямую связана с Самарским университетом. Мы считаем, что участников надо оценивать по совокупности их способностей, потому что космонавт как раз должен быть умным и физически развитым человеком. Поэтому мы решили провести такую аналогию. Организаторы отмечают, такой способ празднования знаменательной датой по сравнению с обычной торжественной линейкой оставит гораздо более глубокий след в сердцах и умах молодых людей. То, что делается сегодня, вот эта новация, эти большие космические игры сделают нашу молодежь полноценными участниками праздника. То есть они пропустят его через себя, они лучше его запомнят. И мне представляется, что это очень важно. Мы можем посмотреть на то, что из себя сегодня представляет молодежь к Дню космонавтики. То, насколько они знают. Они в любом случае сегодня узнают что-то для себя новое. В этом и заключается, собственно, цель проведения этих мероприятий. В дальнейшем организаторы планируют сделать большие космические игры традиционными и впоследствии расширять как соревновательную часть, добавляя новые дисциплины, так и количество участников, приглашая гостей из других университетов и других регионов. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.